Друзья, привет из Солнечного Колорадо! Давно не было никаких видео. Столько всего произошло, что-то как-то, честно говоря, не было настроения записывать видео. Обещала, но обещала видео с Калифорнии. К сожалению, ничего не получилось снять. Мы поехали в отпуск, и у меня мужа умер отец. И, к сожалению, отпуск у нас был абсолютно не такой, какой мы ожидали. И как-то потом все было не до этого, не до этого. Вот сегодня возвращаюсь. Не знаю, как-то у меня не получается записывать видео в какое-то определенное время, каждую среду или каждый вторник, и выкладывать их. Не знаю, постоянно что-то набегает, что-то накручивается. И, в общем, ну никак не знаю, как себя можно организовать. В общем, сегодня такое небольшое видео будет о конфликтах опять в Америке. Все-таки насколько разные культуры общения в Америке, и в России, как в Америке. Ну, я уже говорила, да, любят лицемерить, говорят одно, делают другое. Насколько все это по-разному. И даже вот отношения на работе, да, когда люди что-то делают неправильно, как вот конфликты, да, разрешаются на работе. Просто небо и земля, да, Россия и Америка. Если в России, да, ты что-то не так сделал, тебе просто так и скажут, что, ну, ты же там что-то накосячил где-то, и не надо этого больше делать. Может быть, ну, я не говорю, что это должно быть в какой-то грубой форме, да, но все равно тебе это скажут, да. Здесь это все в 55 предложениях закручено, заверчено, и в одном где-нибудь маленьком предложении будет твой косячок, да. Про твой косячок тебе скажут, что ты что-то сделал не так. Мне до сих пор, да, я третий год в Америке, до сих пор я немножко не могу к этому привыкнуть, потому что это занимает столько времени ходить вокруг да около, мне проще сказать, что не так, и все как-то, да, и надеюсь, что меня поймут, и дальше поехать от этого, да. Здесь так нельзя. И вот недавно у нас произошел такой, ну, конфликт, не конфликт, не знаю, я, честно говоря, даже не переживаю из-за этого вообще, но, в общем, у нас есть девушка на работе, женщина, ей, ну, где-то еле 37, да, она такая, ну, в общем, не буду, да, ее описывать, как она выглядит, неважно все это. В общем, суть заключается в том, что, оказывается, она меня боялась. Я, получается, один из ее супервайзеров, и она меня просто панически практически боялась, и вот она набралась смелости и решила, как бы, с нашими менеджерами этим поделиться, что вот она меня там боится, и что ей там некомфортно со мной в каких-то ситуациях работать. А произошло все это абсолютно из-за абсолютной ерунды. Опять же, она косикнула, я это увидела, и я просто ей там написала сообщение, что, хей, я там нашла, что вот это было не так-то сделано, пожалуйста, убедись, что в следующий раз ты это делаешь вот так-то и так-то, и все, как бы, да. Ну, и я даже, знаете, в такой, если говорить там о русском, да, в формате, то, в принципе, очень такой ласковый, нежный, нежно-электронное сообщение было. Я никак не думала, что это как-то там ее чувства за день-то оскорбит, потому что, ну, в конце дня это все-таки твоя работа, да, и мы ее тренировали, мы говорили ей, как надо сделать, и у нее есть куча-куча возможностей все это проверить, перепроверить, посмотреть, как правильно надо сделать. Вот она сделала неправильно. Ну, и все, как бы, я за ней исправила, и дальше, да, стала работать. Ну, и потом, через какое-то время, меня вызывает начальство, ну, и Кристина, нам, типа, надо с тобой поговорить. Я думаю, ну, типа, окей, наверное, что-то по работе, не проблема. В общем, оказалось, что да, она меня боялась. Ну, к счастью, у меня с руководством вроде такие нормальные отношения, надеюсь, я не знаю, может, они мне тоже, конечно, лицемерят. Но они не восприняли это серьезно, мы так на дни немножко подшучиваем между собой. Она, как бы, в Америке можно получить лицензию на то, чтобы быть, ну, это называется «licensed life coach». Life coach – это то есть тот, кто тебя направляет по жизни. И вот у нее как раз есть лицензия на то, чтобы она там как-то направляла людей по жизни, нет там никакого психологического образования, ничего такого, да. Ну, вот каким-то образом она эту лицензию получила, наверное, какие-то курсы закончила, да. И там, может, какие-то кому-то рекомендации давать. Но для меня это немножко глупо звучит в том плане, что мне кажется, что люди, которые такие лицензии получают, вы обычно ожидаете, что они там чего-то сами в жизни добились, да. А она, ну, такая обычная, не то чтобы там что-то у нее не так, но она абсолютно-абсолютно обычная. То есть у нее нет там никакой-то там ни карьеры, да, ничего. Она обычная там, обычная американка, обычная у нее все очень. То есть никаких вот таких каких-то вот выдающихся достижений, да, у нее нету. Я не хочу ни в коем случае ее обидеть. Но обычная, она самая-самая такая обычная, самая, ну, такая посредственная, что, да, как мы скажем. Может, немножко грубо звучит. Ну, в общем, ладно. И, короче говоря, в общем, она меня боялась-боялась. И то ли я там ее не так посмотрела, и вот это вот сообщение, когда я ее отправила, это задело ее чувства. Она не может контролироваться на работе, потому что все, о чем она думает, что она теперь допустит ошибку, и я это замечу, и я буду злиться на нее. А я даже как бы не злила на это вообще по барабану, честно говоря. Мне главное, чтобы она правильно делала в следующий раз, и все. Потому что каждый раз за ней исправлять, ну, как бы у меня своя работа еще есть, да, помимо этого. Ну, в общем, меня попросили написать ей сообщение, что там, типа, извини, что если я там задела твои чувства и так далее, и тому подобное. Я так не привыкла к этим сообщениям. Думаю, ну, окей, ладно, как бы хотят, я им напишу. Ну, тоже я так там все так построила в этом сообщении, чтобы оно потом против меня не было использовано ни в каком образе. Что хотела сказать? Ага, еще она когда говорила, что вот она меня там боится, да, и так далее. Ну, и куда ты едешь, ты красавчик? Давай посмотрим, кто первый. Тут дядечка со мной соревнуется на светофоре. Просто две линии в одну переходит, и он решил это посоревноваться, да. Или тёточка, скорее всего, тёточка. Ну, да ладно. В общем, когда она жаловалась на меня, да, что я там задеваю ее чувства и так далее, она говорит, я ее пригласила куда-нибудь вместе сходить, а она типа это. Она все говорила, что она не может и не может. Ну, извините, как бы, если я после работы не хочу с тобой, да, там свое время свободно проводить, я не хочу, у меня есть семья. А еще так совпало, что в это время ко мне приехали родители, когда она хотела пойти со мной там в какую-то чаевню, на самом деле, да, в какое-то место, где чай какой-то якобы хороший. Кстати, она находится в моей работе, в моей работе, не в моей работе, а находится рядом с моим домом. А она живет как бы достаточно далеко от моего дома, то есть она готова была даже прийти, да, в общем, таким образом она искала, оказывается, дружбу от меня, как я потом узнала. А у меня были родители, да, ко мне приехали родители, то есть мне важнее было провести время с ними, нежели там сходить с кем-то куда-то еще, когда я это могу в любое другое время сделать, да. Тем более уж я даже не говорю о тех людях, с которыми я, в принципе, туда свое свободное время не хочу проводить. Ну, в общем, вот так вот она пожаловалась на меня начальству, что она вот, да, она неправильно выполняет свою работу, и я как бы оказалась виновата, что я там недостаточно ласкова с ней. Ну, опять же, повторюсь, да, к счастью, они так просто посмеялись над этим и говорят, ну, типа, она такая очень чувственная, чувствительная и так далее. Хотя я тоже очень чувствительная, да. Ну и, в общем, в итоге вот, в итоге вот так. Такое, да, вот совсем-совсем другое отношение здесь все-таки в Америке к сглаживанию конфликтов. Опять же, да, 150 раз повторюсь, что мне проще сказать, что человек не так сделал, показать ему пример, как надо, спросить и сказать ему, что если у тебя есть какие-то вопросы, ты мне скажи, я тебе еще раз объясню, и все, да, и на этом тему закрыть. Я не понимаю, к чему все эти разглагольствования. Но в чужой, да, в чужой дом со своим самоваром вроде как-то не принято, надо мне переучаться, вроде я думала, что переучилась, но оказалось, что нет. Еще у нас есть тоже один сотрудник, он как бы один из бывших. То ли они вместе работали, то ли он был ее тренером. Короче, мальчик у нас работает, и он в каких-то там, какие-то у него там есть связи с одним из моих там больших начальников. К счастью, с этой начальницей я особо по работе не пересекаюсь, очень редко когда. В общем, он какой-то там ее друг, да, давайте так назовем. Но халявщик халявщиком, да, халтурщик халтурщиком. И мне уже так надоело, ну, потому что мне свою надо работу делать, мне надо за него проверять. Я вижу, что он ничего не сделал, мне еще его надо сделать, да. А он вообще как бы раздыкается там, грубо говоря. У него, правда, еще есть вторая работа, но... В общем, смысл в том, что он нифига не делает. Я как-то попыталась сказать вот, ну, нашему как бы менеджеру, да, который у нас в отделе есть, что вот так и так, давайте-ка обратим внимание, потому что, ну, что-то у меня какие-то нехорошие мысли. Я не думаю, что он там выкладывается так хотя бы, насколько он должен, да. Мне кажется, что он там халявит. И мне вот эта вот его подружка, которая моя большая начальница, говорит, ну, у него там проблемы с компьютером, у него там еще что-то, у него там... Короче, она нашла 155 причин, почему он может не делать свою работу, да. При этом, если мы, не дай бог, что-нибудь сделаем, хоть молюсь, не могу помнить, да, штучку не так, то все, это сразу головы с плеч летят, у нас сразу какие-то встречи и так далее, и тому подобное, и все, и мир не мил, то есть нам как бы вроде можно это говорить, да, что мы что-то не так делаем или где-то там не успеваем. При этом нам такой объем работы дают, что, в принципе, я не знаю, надо просто, наверное, какой-то суперсилой, суперэнергией обладать четырьмя глазами, я не знаю, десятью мониторами, чтобы это одновременно все делать. И вот как-то так, да, все равно, конечно, связи, я так вот понимаю, что связи, они все равно свою роль играют везде, неважно где, но мне надо, чтобы он делал свою работу, надеюсь, что моя голова не полетит с плеч. Вот, так что так, ну, в общем, суть, да, видео всего того, всего того, что я тут наговорила, было в том, что насколько, насколько разная, да, культура, особенно в каких-то конфликтных ситуациях, как люди взаимодействуют в Америке и в России, просто, просто небо и земля, с одной стороны, может быть, хорошо, да, ты пытаешься там не ранить чих-чих, с другой стороны, на самом деле, это тебя так жизнь усложняет, и настолько больше времени тратишь, чтобы вот так вот себя вести. Ну, что делать, да, буду привыкать вот уже три года, да, и всё равно, я всё равно думала, что я уже вроде как бы привыкла, а оказывается, что вот совсем-то я и не привыкла ещё. Посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, в общем, посмотрим, да. Ой, кто-то так вот нас красиво подрезал, так что. В общем, вот такие дела. Вернулась я в свою обычную среду, родители у меня уехали домой, у нас было холодно, сейчас вот опять жарень началась какая-то непонятная, работы куча, всё, в общем, всё как всегда, да, всё как всегда, ничего не меняется. Ну, наверное, всё на сегодня. Не знаю, я уже не буду обещать, когда я выложу следующее видео, потому что обещание своё держать, похоже, что касается выкладывать видео, не могу. И, в общем, ну, постараюсь, вот мы сейчас, когда будут опять домой ехать, на работу ехать, у меня тут куча пробок, может быть, что-нибудь мне удастся ещё, конечно, позаписывать, надеюсь. Ну, в общем, до встречи в новых видео, друзья. Пока-пока.